Команда волонтёров Добро Фэмили помогает домам престарелых и инвалидам, организациям, которые проводят работу с детками с особенностями развития, территориальным центром социального обслуживания населения, детским домам и всем тем, кто нуждается в помощи по всей Беларуси. Команда небольшая, всего 10 человек, но каких? Это молодые ребята с большими и добрыми сердцами. Они без устали занимаются развитием проекта, посещают учреждения с развлекательной программой, дарят детям, пенсионерам и инвалидам не только материальную помощь, необходимые вещи или предметы быта, но и радость и внимание. Мы занимаемся помощью детским домам, домам престарелых, домам семейного типа, вообще всем, кто нуждается в помощи, всем, кто... Различные учреждения, которым нужен какой-то список вещей. Наша деятельность состоит в том, что мы запрашиваем у учреждения список необходимых вещей и дальше даём брещанам возможность помогать, делать это прозрачно, честным путём. То есть люди могут приносить вещи, и затем мы эти вещи передаём в учреждения. У нас в команде около 10 человек, у нас большое количество волонтёров. Волонтёров у нас около 30, но ещё больше людей и брещан, которые помогают, которые хотя бы раз поучаствовали в сборе. Обычно те, кто участвует один раз, они участвуют потом снова и снова, постоянно слезят за нашей деятельностью, постоянно принимают участие и дарят частичку добра. За время существования команды волонтёров «Добро Фэмили» – это около двух лет – молодые люди помогли 20 учреждениям по Брестской, Гродненской и Минской областям, организовывали экстренные сборы, помогали семьям, которые попали в трудные жизненные ситуации. Как замечают сами волонтёры, стать частью большого доброго дела, помощи нуждающимся с каждым годом подключается всё больше людей. Если вы тоже из числа неравнодушных, сердечных и добрых, а только такие у нас телезрители, то можно легко присоединиться к команде и помочь им в таком важном деле. Быть волонтёром «Добро Фэмили» очень просто. Это, в принципе, наш девиз, потому что делать добро – это просто. Для этого нужно просто захотеть, а мы даём все для этого возможности. То есть у нас в Инстаграме мы публикуем всю информацию, у нас есть точка сбора, куда люди могут приносить вещи. То есть всё для людей, люди из других городов также могут отправлять вещи, могут писать нам в Инстаграм, мы договариваемся, все эти вещи забираем, потом перевозим в учреждение. Мы всегда открыты к предложениям и к желанию ребят быть частью нашей команды. Также мы всегда открыты к каким-то предложениям быть партнёрами нашими. У нас были очень классные коллаборации с KFC, с «Попуганей», «Грасс», «Ава-студия». То есть очень много даже компаний, кто хочет помогать, кто хочет участвовать, ездить вместе с нами, либо просто передавать какие-то вещи и активно принимать участие. Различные бьюти-салоны, фотографы, кто угодно. Сейчас ребята открыли сбор для учеников Минского интернатного общепрозавательного учреждения «Руденская специальная школа-интернат». В Инстаграме команды волонтёров «Доброфэмили» можно найти список необходимых вещей и стать частью такого большого и важного дела. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ».